Эфир продолжит новости. О том, что сейчас происходит в регионе, расскажу я, Дарья Жилина. Здравствуйте! И вот коротко о темах. Не смог объяснить причину своих действий. Жителю Северодвинска предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетнего. Условия создали, но не до конца. Почему из-за стройки заблокирован подход к детскому саду? За добросовестный труд и любовь к родному краю. 43 жителя Поморья отмечены государственными и ведомственными наградами. Жителю Северодвинска предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетнего. Напомним, трагедия произошла 10 сентября. 17-летний юноша скончался от множественных ударов ножом. Обвиняемый, 34-летний неработающий Северодвинс, полностью признал вину, но не смог объяснить следователю причину своих действий, так как никакого конфликта с молодым человеком у него не было. Чтобы раскрыть преступление, совершенное в условиях неочевидности, потребовалось почти неделя. Дело было на личном контроле председателя следкома России Александра Бастрыкина. Уже назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Реновация самой заметной и популярной части областной столицы. Набережную Северной Двины в этот сезон начали приводить в порядок. Работы, стартовавшие еще летом, продолжаются, но самая объемная часть уже выполнена. Работа заключается в поднятии плит, подсыпке песком, в основном изоляции и монтажу плит обратно. Где необходимы новые плиты, там будет заливка бетоном, а мы наличием нестыков плит. Между тем, обновление ждет территория всей прогулочной зоны. Конечно, изменения для горожан не остались незамеченными. Набережная, конечно, очень чистая и хорошая набережная вообще. Очень изменилась, очень нравится. Чисто очень. То есть заметно, да? Заметно, заметно в сравнении с прошлым годом, да. Сезон благоустройства обещают закончить к середине осени. Условия создали, но не до конца. Для жителей округа Воравина фактория дверь открыл новый детский сад. Родители и дети как только, так сразу поспешили в него. Но вот путь оказался тернис. О причинах и найденных решениях Лидия Папуш. Эти кадры мы сняли еще летом в наиболее показательный момент. Проход к полянке перекрыла стройка. Детсад по улице Воронина в округе Воравина фактория остался буквально отрезан от центральной дороги. Малышам и их родителям, что держат путь с улицы Почтовый тракт, предстояло обходить или объезжать стройку вокруг. Получается так, что нет подъездного пути к данному детскому саду. Кто-то скажет, что путь есть вокруг, но это неудобно для родителей в плане того, что занимает продолжительный промежуток времени и дополнительный объезд. Примерно полтора километра добавилось к пути мам, пап и их детей до детского сада. Более того, рядом с полянкой, говорят жители, была отличная территория для прогулок. Но из-за стройки свежим воздухом уже не подышать. Если походить придется построить строительство, не очень удобно с ребенком. Мы ходим с собакой сюда гулять, здесь просторно, вместо ездить погулять с собакой. Наша редакция таки добилась ответа на вопрос, почему из-за стройки заблокирован нормальный проход к детскому саду и будет ли дорожка для пешеходов. Администрация округа Воробина-Фактория нашла единственный из возможных вариантов. По договоренности нами было принято решение организовать работы по устройству тротуара по кратчайшему пути с улицы Воронина к детскому саду. Работы выполняются без затраты бюджета при поддержке неравнодушных граждан. А стройка рядом с детским садом – это будущие многоквартирные дома, в которые смогут переселиться жители из ветхого и аварийного фонда. Значит, еще больше детишек смогут пойти в красивую и удобную полянку. Главное, чтобы детсад был не на задворках меняющейся территории, а в самом центре современной инфраструктуры. Лидия Папыш, Евгений Зыков, Александр Кузнецов, Регион 29. Педагоги и ученые, дорожники и лесники. Выдающимся северянам вручили государственные и ведомственные награды России. Отмечены заслуги 43 северян. Об этом мой коллега Аким Самедов. Свой трудовой путь он начинал еще в конце 80-х. Одним из награжденных почетной грамотой президента страны стал миксовщик производства целлюлозы Сергей Рыкалов, который 32 года назад стал частью большого коллектива Архангельского ЦБК. Я рад, что я работаю на таком современном и динамически развивающемся предприятии. Сегодня я получил почетную грамоту президента Российской Федерации за долгий и добросовестный труд на Архангельском ЦБК. Я рад, что мой скромный труд так высоко оценил. С приветственным словом и поздравлениями на торжественной церемонии вручения государственных и ведомственных наград выступил первый заместитель губернатора области. Ваги Петросян поблагодарил северян за упорство, добросовестный труд и любовь к родному краю. Архангельская область богата талантливыми людьми. Вы являетесь лидерами в своей профессиональной среде. О ваших успехах знают не только в регионе, но и за его пределы. От усилий каждого из вас зависит процветание Архангельской области и всей нашей страны. Награды «Отличник Просвещения» удостоилась директор Луковецкой средней школы Светлана Рухлова. Вместе с ней поздравления принимали еще 13 человек, удостоенных высокого звания. Моя награда – это награда всему педагогическому коллективу. Безусловно, огромное спасибо нашим педагогам, учителям-стажистам и молодым специалистам. У нас есть кому передавать свой опыт и есть кому его получать. Поэтому моя заслуга – это заслуга всей Луковецкой школы. Огромному педагогическому неравнодушному коллективу и другим работникам. Всего 43 жителя по море отмечены государственными и ведомственными наградами. Аким Самедов, Евгений Зыков, Регион 29. К другим темам. Уже сегодня на одного счастливого автомобилиста станет больше. Им станет кто-то из обладателей специального купона, который получали северяне в медучреждениях. Акция «Прививайся, если хочешь быть здоров» началась в регионе 17 июня. Заветный купон с уникальным кодом выдавался тем, кто прошел полный курс вакцинации от ковида до 17 сентября включительно. И среди участников акции разыгрываются ценные призы. Всего розыгрышей у нас запланировано было три. Два мы уже провели. В первых двух приняло участие более 30 тысяч человек. И мы ожидаем, что на финальный розыгрыш количество участников увеличится кратно. Потому что это самые главные призы. Они ценные, интересные. Всего 240 призов мы разыграем. Главный приз – это автомобиль «Лада Веста». Финальный розыгрыш в прямом эфире нашего канала сегодня ровно в 19.20. Более подробную информацию об акции ищите на сайте или по телефону. Координаты на экране. На портале также будут опубликованы все результаты розыгрышей. А вот итоги конкурса «Я смотрю. Регион 29» уже известны. На фотобитву фанатов наших программ заявилось 17 человек. Победители выбирали путем зрительского голосования. По итогу на третьем месте фото Александра Пичугина. На втором – Людмилы Лебедевой. Первое место у Анастасии Бычковой. Гран-при конкурса у Евгения Злобина. Другие яркие и оригинальные снимки мы выделили в 4 номинации от редакции нашего телеканала. Подробности смотрите в нашей группе ВКонтакте. И спасибо за участие. К этому часу все. Желаем вам хорошего дня и до встречи в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова